Шереди на камерах для решения ударного волна. Сегодня нам удалось побывать в нескольких убежищах для укрытия работников ЗАБЖД в мирное и военное время. Вообще такие защитные сооружения содержат и оборудуют сами организации. Железная дорога – это структура, которая продолжает свою работу, в отличие от многих других организаций, при любых условиях. По этой причине здесь все оборудовано так, как надо. Здесь сидят люди. Казалось бы, зачем здесь вот этот ставень? Вот этот ставень является аварийным выходом. Сюда в определенное время подставится лестница, открывается ставень, и люди ползком выходят. Это лаз получается, водительный лаз. Люди выходят в абсолютно противоположном направлении от основного входа. То есть основной вход будет завален. Внутренние помещения-убежищ делятся на основные, так называемые, помещения для укрываемых и вспомогательные – санузел, тамбур, фильтровентиляционные камеры. Здесь расположена установка, которая может работать в нескольких режимах вентиляции. Внутри защитных сооружений есть приборы, определяющие силу ударов. Этот прибор называется тяга-напоромер. Такой прибор служит для того, чтобы определить, какое давление внутри убежища существует в данный момент. Некоторые убежища оборудованы дизельными электростанциями на случай отключения электричества. Регулярно обновляется запас питьевой воды. Кстати, по нормам человеку в сутки отводится 3 литра воды. Это на все нужды. Продовольствие здесь постоянно не хранится. Его завезут в случае необходимости. Системы жизнеобеспечения позволяют находиться здесь беспрерывно более двух суток. Ежегодно мы проводим проверки защитных сооружений. Вообще фонд защитных сооружений создан у нас в крае для защиты населения от угроз в военное время и в мирное время. Вот сейчас мы вам показали три защитных сооружения. Они все разные. Они предназначены для укрытия. И, соответственно, могут укрываться в зонах химии, если попадает территория в зону химического загрязнения, радиационного или, например, в зону сильных пожаров. Убежища для укрытия населения, продолжающего работать в военное время. Сколько таких убежищ в нашем городе, информация закрытая. Но специалисты уверили, что в случае необходимости подземных площадей хватит для всех.